я вас приветствую нам канале в этом уроке с вами хочу поговорить о сетках на материалайз они тоже самые похожи как быстро павские сетки потому что они поддерживают 12 колоннышную систему и так же самое можно писать уже сетку для различных устройств только туда небольшое отличие если посмотреть и именно внизу в документации как-то выглядит тут идут класс sml и excel а именно если брать бутрасовскую сетку так у них идет класс smdg excel и будет это небольшое различие в том что когда вы будете указывать и строить сетку необходимо уже просто вот так кратко писать обустрать уже обозначается более большими значениями одно из таких небольших различий написания а все остальное идет обычно и еще не небольшой момент в том что в материалайз это же самое идет контейнер быстро предлагает уже несколько видов классов именно с контейнером это контейнер идет обычный контроль контроль флот и контейнеры бриквейт так что тут так же самое идет максимальная ширина максимально стопроцентная тут чуть больше идет значение и дополнение так что если вы хотите верстать что-то на такое даже верстать адаптивное можете использовать и быстро но это мое мнение потому что именно быстро пускай а сетка больше подходит под разработку таком так же самое будет в описании плейлист по быстро будет там так же самый будет урок о том как можно делать сетку на будет тропе тут и сейчас покажу основные идеи как можно работать с этой сеткой и давайте возьмем выше пример то что тут показано что это для системы 12 систем наколочная система даже если мы просто возьмем этот выберем пример что каждый день будет просто занимать ровную ему часть определенную есть это перейти и обновить так же сама пока он просто мир закрашенную тут вот они два три 4 5 это самая сетка дальше лучше показать более наглядно на тем как с этим всем работать тут идет видите sm12 будет занимать полностью див на всю ширину экрана то же самое то же самое может от див поделите на кратную чисто 12 допустим их тут будет 6 или 6 или там всеми 5 или там 4 и 8 9 и 3 различное мышка лишь события на сейчас как раз вам это продемонстрирую как-то все будет выглядеть это уберем и сразу же напишем какой-то альтернативный текст напиши на уровень плюс 1 умножить на 1 я лором этого счета текст за ушка ли как еще называют текст рыба альтернативный текст чтобы не писать какой-то простую акварируту вы просто пишите уровне и сразу определяется в альтернативный текст тут ничего такого церкви естественно нету тут тоже напишем на уровень 1 также сам этим текстом довольно часто пользуются даже дизайнеры когда строят свой макеты и в них просто прописывают этот вором и это довольно удобно и довольно так может презентабельно можешь сказать когда вы летку это один текст разнообразно чем писать какие-то просто наборы букв так что это можно обратить внимание вот как видите тут даже чуть-чуть поплыла потому что идет перенос строки вот о чем говорил что идет один так давайте один закроем это заблокируем и вот поделилась как раз наш текст именно поровну 12 колонок по левому краю 12 колонок по правому краю то же самое если мы будем что-то делать адаптивное и вот так вот растягивать постоянно видно как текст начинают уже подстраиваться вот это будет максимально так же самое давайте посмотрим сделаем тут будет как раз с отойдет под мобильное устройство пускай будет у 3 а тут пускай будет 9 и это все обновим и видите что именно уже текст который занимал три колонки занимает он намного меньше он ужатый чем девять колонок то же самое видите как наглядно уже формируется самосетка адаптивности то же самое можно будет попробовать это правило для других вещей еще хочу рассказать этот главный такие правил в том что касательно и я тут немного изначально правильно показал что если вы пишете какой-то текст и если это является параграфом такого текст надо писать параграф тест так или есть у вас идет какой-то заголовок например h1 и тут напишем холл так что надо все писать именно по тегам вот например тут будет я просто не изначально неправильно допустила сразу написал в программе без параграфов писал текст это как бы не является порядком плохого тона если вот такое можно увидеть на проекте или даже на пир увидеть таков тестовом задание это будет очень нехорошо можно же запросил тестовое задание из того что нет показания определенного тега для определенных вещей например как у нас то параграф идет для текста или заголовки разного типа идут уже для заголовка если вам интересно именно дополнительно чтобы узнали про теги напишите в этом комментарии я напишу отдельности урок по html тегом следующий хочу вам показать уже как показываться тут большие размеры адаптивной сетки как они выглядят давайте возьмем небольшой пример этот вот что вот на данном этапе уже понятно сама идея том что как уже работает сетка например материлась если работаешь на будет срапит тут фактически все один к одному и не четко сверх естественно нету единственное то что уже то же самое идет так ролл сетка и все так что тут уже все понятненько сама по себе и давайте это обновим посмотрим что он еще выходит у нас тут раскиданные теги но нам это будет не нужно и тут уже просто показано всякие разрешения отделения сеток под разное устройство тут можем просто написать не будем символом прибавим 10 прибавим 20 и тут пропишем ворон умножить на 1 все у нас есть параграфы перейдем обновим и увидим что как все поделилась эти что вышел центральный блок вышел большой потому что для него был выделен на 18 это идет сверху размер а все стороны выделено по 12 колонок и давайте посмотрим что будет в адаптиве у нас и вот в адаптиве как я говорю изначально будет стропе что уходит друг под друга все блоки и на адаптив изначально мы писали не адаптив просто вы разделяли вот так вот они уход давайте проверим даже если будем растягивать стягивать как они будут расходиться к развития как на адаптируется адаптируется и как раз колонки становятся же по своим местам если мы не больше расширяется на большая под экран вот который идет 1920 пикселей которым на тут показано идет 12 и 18 и вот так вот работает уже именно адаптивная колонечная система если вам надо будет уже верстать и сайт под мобильный телефон так что вы можете как раз использовать вот такой вот пример и он будет как раз отлично уходить по что все друг по другу складывается и ничего не едет под различные разрешения даже может быть попробовать перейти в вот ipod ну подай под уже идет разрешение так что она разделяется вот тут уже чуть меньше на решение не делится на разные колонки что увидите наглядно как это все работает уже с адаптивной версткой то что это конец моего урока надеюсь что этот урок был вам наглядно понятный я рассказал сумму сути колонок как они работают как они между собой именно взаимодействуют дальнейшем для самозазвучения можете просто почитать документацию и тут довольно подробно уже рассказывается для каждого именно разрешение свои классы и так что спасибо за внимание и внимание моему уроку пишите в комментариях об этом думаете ставьте лайк этому видео и запасил всем пока 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 пока